Экс-начальника столичной ГАИ, которого подозревают в коррупции, вчера экстрадировали из России в Украину, а уже сегодня ему избирали меру пресечения. Что же ждет обладателя некогда такой хлебной должности? Подробности далее. Задержанного еще в сентябре прошлого года в аэропорту Домодедова бывшего начальника Киевского управления ГАИ Николая Макаренко вчера из России экстрадировали в Украину. Первым об этом сообщил у себя в фейсбуке генпрокурор Юрий Луценко, отметив при этом, что выдача России Макаренко случится накануне его профессионального праздника – Дня ГАИ. И уже сегодня по приезду в Украину Печерский райсуд избрал ему меру пресечения. По мнению следствия, Макаренко создал незаконную схему при регистрации автомобилей. Прокуроры настаивали на том, что он, пользуясь своим служебным положением, получил неправомерную выгоду в размере больше 700 тысяч гривен. Сам же Макаренко от обвинений полностью открещивается, доказательства называет сфабрикованными, рассказывает, в России был на лечении. И там же сотрудники ФСБ предложили ему политическое убежище. Но принять его, как говорит сам бывший начальник столичного ГАИ, отказался, потому что денег на жизнь за границей не хватает. Я постарался в России. Мне три раза в ФСБ, в Генеральной прокуратуре предлагали политическое убежище. И как здравомыслящий человек, и здесь и присутствующий, мне проще было взять политическое убежище и остаться в Москве, да? Или в Крыму, на всякий случай. На прямой вопрос журналистов Николаю Макаренко, замешаны ли вы в коррупции, находясь на такой хлебной должности, как начальник столичного ГАИ, подозреваемый так и не ответил, зато вспомнил, что за хорошую службу однажды был награжден самим главой МВД Арсеном Аваковым. За мою плохую работу, я говорю только в кавычках, значит, министр внутренних дел, Асен Борис Арсеном Аваковым наградил меня на награждение малушек. Если я был плохой работой, я награждался в таком деле. Ну, 30 лет я отслужил, его, наверное, слышали, да? Одни только были награждения. Выслушав стороны, судья взяла перерыв на час, после чего озвучила свое решение. Николай Макаренко арестован на два месяца до 13 июня с возможностью выплаты залога в размере 5 миллионов гривен. Это почти столько же, сколько требовала прокуратура. Олег Решетняк, Иван Матриченко и Богдан Савруцкий. Подробности телеканал Интер.